Тут бризы, чтобы ставить номер один, много работы. Я про гормоны ничего не знаю. Я буду терпеть наши пробежи, борьбу твою с весом. Приходи, не плачь, что ты проиграл. Приходи, работай больше и выигрывай. Хочешь попасть на Олимпиаду, будь лучше. Хочешь попасть в чемпионат мира, будь лучше. Насильно мил не будешь. Щербакова, Валиева, Трусова. Они спортсмены в первую очередь, а потом они девочки, дочери и так далее. Без желания вы ничего не сделаете. Сверху наступают более быстрые и более молодые. Сочная прошла. Намотала то, что должна намотать. С тем треском, который должен быть. Чем больше четверных у тебя появляется, тем меньше программы у тебя остается. Ты расплакался, ты обмяк. Ты обмяк, ты не выполняешь работу. Приходи домой в подушечку. Поплачь вдоволь. Научи его так кататься, чтобы он не захотел больше идти никуда. Сергей, вас чаще, чем кого бы то ни было, просили позвать на интервью. Это аудитория. Мы работаем для нее. Поэтому рад вас приветствовать. Корректно ли сравнение вашей группы как основных конкурентов группы интерьер-туберидзе и хрустального? Или это в большей степени на перспективу и такой аванс? Я думаю, здесь, наверное, сравнение некорректно. Здесь каждый работает, они работают, мы работаем. Каждый двигается вперед по своей линии. Поэтому я думаю, что, наверное, сравнивать здесь некорректно. Но так получилось, что в этом межсезонье линии пересеклись. И Лиза предпочла перейти в хрустальный для работы с Витрией Георгиевной. Для вас это стало сюрпризом, шок? Или вы были готовы к этому? Да нет, мы, конечно, всегда готовы к таким переходам. Ну, в общем, потому что там результат сейчас больше, там результат сейчас лучше. Но там выше конкуренция. Но конкуренция – это и есть результат. Там, где конкуренция, там и результат. Это выбор Лизы и родителей, в общем-то. Здесь я не могу ничего сказать, и как они на это смотрят, и как они это видят. Выбор именно Лизы или выбор родителей? Я не могу сказать. Скорее всего, дети, пока они дети, выбирают за них родителей. Это же все-таки не взрослый человек, это еще подросток. Поэтому я думаю, что, конечно, родители. Не пробовали уговорить и убедить, что лучше остаться здесь? А зачем? Если человек решил, если у него в подсознании уже есть это решение, если он хочет перейти, то ему лучше перейти, потому что это будет не работа, так сказать. Но вы же можете привести какие-то аргументы, обосновать. Вы же вложили в нее достаточно много. Она пришла с чем? С двойными прыжками, правильно? Вы довели до определенного уровня. Многие люди считают, что они переживают своего тренера. То есть они его переросли, им надо идти дальше. Это вот такое основное мнение. Все, этого тренера я перерос, мне нужно что-то. Главное, москвина мне рассказывала, что в этой ситуации как раз она делает максимум для того, чтобы спортсмена сохранить. Потому что она говорит, что я столько в них вкладываю и отдаю другому тренеру, готовив материал, который идет и выигрывает медаль. Она говорит, зачем? Я должна где-то там себя ужать, но довести до конца, до тех целей, которые мы намечали вместе со спортсменами. Но как вы это представляете себе? Человек не хочет у тебя заниматься. Человек принял решение заниматься у другого тренера. Это я называю насильно, мил не будешь. Ты глобальную работу большую так не сделаешь просто. Что такое большая работа? Человек приходит, он тебе доверяет. Он тебе в глаза заглядывает. Он ищет от тебя каких-то подсказок. Ищет чего-то, что ты ему дашь, что ему поможет. Если человек нацелился идти в другое место, ему лучше пойти. Потому что это будут постоянные конфликтные ситуации. Спортсмен будет находить в тренере что-то не то. Какие-то проблемы, что-то он ему сказал не так. И так далее и тому подобное. Это уже было, есть и будет. Я считаю, что если ты решил у себя в голове, надо переходить. Расстались нормально? Если можно так сказать, да. Без руганий абсолютно. А поставили вас перед фактом родителей? Или Лиза? Кто сказал? Ну, вообще мы узнали раньше. В общем. Поэтому. Не самая красивая ситуация тогда получается. Если вы узнали со стороны. Мир фигурного катания такой, что. Да, тут вообще ничего не скажешь. Если ты только за порог вышел, уже все знают, что ты вышел за порог. Тем более Лиза и ее мама прекрасно понимали, что как только они появились в школе 37, уже мы знаем об этом. Поэтому расстались. Просто расстались. Получается, что сейчас главной звездой в группе становится Софа Самоделкина? Ну, я бы так тоже не говорил. Я не считаю, что Софа звезда или еще что-то. Лидер группы может быть. Может быть. Но они должны четко понимать. Они выходят на лед. Звезда, ты лидер. У тебя есть работа. Ты ее должен выйти и выполнить. Это самое важное. Поэтому лидер группы, наверное. Софа в этом сезоне справилась с поставленной задачей? Я считаю, что нет. Вот Софа подошла к юниорскому первенству России. Конечно, просто в великолепной форме. И я, конечно, ждал от нее прям вот по максимуму. Но появилось два четверных. И, конечно, чуть-чуть вот она на первом прыжочке потеряла концентрацию. Ну, потом взяла себе в руки и все докатала. Но вот этот элемент, конечно, откинул ее глобально, в общем, назад. Была ошибка и в короткой программе. Ну, не такая значительная. Но на тот момент она была готова очень хорошо. Вот очень хорошо. Поэтому я считаю, что она не все выполнила в этом сезоне. Если мы об этом... Четверной Риттбергер входил в задачу того, что нужно выполнить в сезоне? На соревнованиях мы, конечно, ну, как бы мы его делали на тренировках. Мы делали и на первенстве России, и на тренировке. Но поставить его в программу в задачи не входило. Но, подожди, вы же поставили на... Мы попробовали. Но вы поймите, постановка Риттбергера убирает один Сальхов. Тут, что такое, в моем понимании, поставить, это добавить еще один четверной. Мы меняли один на другой. Более сложный, более дорогой. Поэтому, ну, наверное, не поставить, а внедрить его в программу. Да, мы планировали, мы хотели. Ну, Риттбергер прыжок рёберный, как и Сальхов. Рёберные прыжки требуют очень большой концентрации. Поэтому... И аксель, в общем-то, да. Аксель не всем дается из-за этого, потому что ходом вперед и с ребра. Чуть-чуть, немножко не туда уехал, и уже сложно себя дальше поймать. Но здесь получилось же, что она и не докрутила, и, соответственно, не выехала. Да, она просто в него не попала. То есть, ну, вот что называется, просто вот совсем не попала. Поэтому получилось, что потеря, ну, 10 баллов просто так на ровном месте. По-моему, сколько там, 2,5 она в итоге получила за него. Ну, потому что получается Сальхов тройной, не докрут, плюс съемы, плюс минусы, и в итоге от него ничего не остается. Как уберечь Софу? Никак, работать. Не надо ее уберечь. Софа спортсмен, она приходит и работает. Она приходит, работает, трудится. Надо налаживать отношения. Я не могу сказать, что Лиза ушла, и у нас были с ней плохие отношения. Мы ко всем одинаково относимся. Будь это Лиза, Софа. Но просто если в ситуации с Лизой это инициатива спортсменки, то, например, Софа может оказаться в ситуации, когда инициатива будет исходить, например, от любого другого тренера, который сделает шаг навстречу и предложит условия лучше, чем в ЦСКА. А почему в ЦСКА плохие условия? В ЦСКА просто прекрасные условия. Нет, они прекрасные условия, но можно же предложить лучше. Можно предложить особняк на Рублевке. Ну, давайте начнем с того, что если кто-то и может предложить, то это хрустально. Сейчас пойти куда-то еще в другое место, ну... Шаг назад. Шаг назад. Наверное, шаг назад. Ну, по крайней мере, огромный риск, так скажем. Я не берусь судить, может быть, и не шаг назад, но большой риск. Большой глобальный риск, потому что, получается, ты идешь туда, где еще ничего не сделали и неизвестно, сделают ли. Соответственно, ход один туда, где сделали и делают из года в год. И хорошо делают. Поэтому особняк там вряд ли не предложат. А все, что для того, чтобы выигрывать и занимать первые места, вставлять в программу четверные, качественно кататься, у него есть ЦСКА. Все условия, абсолютно. Каждый родитель лучше тренера знает, на что способен его ребенок. Наша работа такова, что помимо того, что мы учим детей, мы должны учить родителей правильно относиться к делу. Потому что родительская работа существует, она есть, но она должна быть правильной. Родители не должны выполнять работу тренера или работу ребенка, они должны выполнять свою работу. Вовремя положить ребенка спать, вовремя его привести на тренировку, правильно накормить, настроить, поговорить, как ты сегодня занимался, какой у тебя настроен на завтра. Вот родительская работа. Хвалить, поругать. Ну тут кто как. Тут каждый родитель, это же тоже для своего ребенка своеобразный психолог и наставник, в общем-то, в своем роде. Поэтому кто-то ругает, кто-то хвалит. У всех свои методы. Но самое важное, что они должны сделать, это они должны привести ребенка к нам на тренировку в полной боеготовности. Настроенным, готовым к работе, отдохнувшим. Правильно покушавшим и так далее и тому подобное. Вот работа родителей. И не более того. По поводу еды. Сейчас же у нас, получается, последние как раз несколько недель все бурлит по поводу блокаторов гормонов, о которых сначала в английской прессе заявила бывшая российская фигуристка, затем эту тему подхватил американский журналист. И, собственно, все опять забурлило, что девочек не кормят в России и не дают им развиваться. Я про гормоны ничего не знаю, честно. Не имею понятия и даже представления, что это такое. Мне и не надо об этом знать. По поводу питания. Ну, ограничения питания существуют. Но это не только в фигурном катании. Это любой вид спорта. Я не знаю, какой пример вам привести. Я в свое время позанимался футболом. То же самое. Четкая диета. У тебя должен быть такой вес. Здесь же какая цель преследуется? Правильный вес для спорта. Ты должен держать правильный вес, чтобы этот вес работал потом на тебя. Вот это единственная цель, которую преследуют все. Клитическое изменение. Какое? Когда начинают сбиваться прыжки на вращение? Ну, у девочек, понятно, пубертатные периоды. Нет, я имею в виду набор. Там, 200 грамм, 500 килограмм. Для кого как? У всех разная мышечная консистенция. Кто-то может чуть-чуть больше вытянуть, а кто-то кому-то 300 грамм уже. Но вот сейчас... То есть реально 300 грамм могут повлиять? Могут. Что касается четверных прыжков, там, конечно, все очень на тоненького. Настолько выверенные движения должны быть, настолько одинаково правильные, что если ты где-то чуть-чуть не успеваешь, все. А это, соответственно, немножко 300 грамм. Я не говорю, что 100 грамм, конечно, повлияет, но какие-то там видоизменения. Буквально неправильно попитался, вот, грубо говоря, неправильно попитался, попил, там, чересчур много воды выпил и так далее. Это уже будет играть роль. Выходите с тренировки, кто-то из ваших учеников сидит и ест шоколадку, запивает газировкой. Что скажете? Такого нет. Если кто-то ест шоколадку и забивает газировкой, ну, либо они это делают так, чтобы никто не видел и чтобы это никак не отражалось на их форме, потому что это я точно замечу. Я могу не заметить, как они едят шоколадку, но я замечу, что вес прибавился и что-то идет не так, это точно. Поэтому, ну, вы знаете, я могу так сказать, вот у нас те ребята, которые постарше, первая группа, они уже отдают себе отчет, насколько это серьезно и насколько это важно. И такие вещи, конечно, если позволяют себе, там, какое-нибудь выходное, ну, все дети, все, понятно, какую-то там слабинку себе дать что-то вкусное съесть, я, как бы, это тоже понимаю прекрасно. У Софы сейчас в арсенале, в боевой готовности какие четверные? Так, мы запрыгали тулуп, вот, недавно. Софы сейчас делает хорошо аксель, тулуп и сальхов. И, ну, я думаю, что вот мы прямо сейчас плотно взялись за риттбергер, мы сейчас такую тактику выбрали, приходим, быстренько все по 3-4 раза делаем, прямо, чтобы оно прям штамповалось и уходим на следующий четверной. То есть, чтобы мы успевали цеплять еще один элемент и полноценно над ним работать. Сейчас вот мы взялись за риттбергер, я думаю, что тоже осилим. Я читал о том, что Софа говорила в какие-то моменты, она до 500 раз в день прыгала аксель. Это реально? Ну, Софа, наверное, округлила, я не могу сказать, что это было 500 раз. Я думаю, что в ее сознании, наверное, это было очень много. Ну, чтобы вы понимали, так, мы были в Перу-Уральске, я помогал там с техникой и взял с собой Софу. И вот мы потратили все время, вот у нас было там 2 тренировки по полтора часа, вот мы 3 часа тратили на отработку акселя. Поэтому, ну, чтобы вы понимали, за сколько, за полтора часа можно прыжков взять. Ну, наверное, столько примерно и делали, не могу сказать точно. 400, 500. Там понятно, что это не... То есть, бридж о сотнях? От нескольких сотнях точно. Потому что это же не только аксель. Что такое аксель? Ты же выстраиваешь конструктор, как любой прыжок. Ты находишь слабое место, подтягиваешь его, вставляешь, находишь другое слабое место, подтягиваешь и все вот так вот собираешь, пока это все не соберется в одно такое полноценное целое. Поэтому, ну, она говорит аксель, но она делала там напрыжки специальные, подкрутки, подвороты, все упражнения, которые вот связаны с акселем, поэтому она это округлила и сделала вот такое число. Хотя, в принципе, это скорее правда, чем неправда. Я не представляю, вот реально. Огромное терпение. Да, то есть какая выдержка должна быть. Это, во-первых, должно быть огромное желание сделать. Мы же с ней много разговаривали, и со всеми ребятами я разговариваю много. Ребят, вы без желания, вы ничего не сделаете. Если речь идет о чем-то сложном, сейчас сложном, да, вот у меня есть Аня Фролова, там, Ксюша Цибинова, это уже такие девочки-подростки, то есть они уже не дети, они уже подростки, они уже оформляются. И я им всегда говорю, ничего невозможного не бывает. Вот если вы очень захотите, сделать можно все. Все зависит от твоего желания. Вот если ты очень хочешь, значит, ты сделаешь. Но помимо твоего огромного желания, это огромное терпение. То есть ты приходишь, ты это должен хотеть не сегодня, не сию минуту. Там пришел, вот я сегодня хочу сделать там четверной луц. А ты должен вставать утром с этим желанием и ложиться. Каждый божий день. Вот тогда, вот тогда, планомерно, шаг за шагом, вместе с тренером можно прыгнуть. Сколько раз из этих 500 соф падало? Ну, мы напрыгивали там на прыжки и двойной аксель, софа падало мало, потому что мы поднимали высоту, мы поднимали отталкивание, мы поднимали правильный толчок, грамотный, чтобы все это... Поэтому софа падало немного. К концу там мы уже начинали тройной аксель делать. Ну, конечно, когда появлялся тройной аксель и переходили из двойного на тройной, все падают. И софа в том числе. Ну, я просто к тому, что, ведь когда ты, я не знаю, там, за 15 минут упал 10 раз, ты уже на 16 минуту будешь заходить, у тебя в голове, ну как, опять сейчас я... Нет, как бы вам так понятно сказать, софа говорил о 500 двойных акселей. Нет, я понимаю, все равно процент... Софа с двойного акселя не падает, она может его сделать кривым, косым, там, низким. Выехать с касанием. Да, да, да. То есть падает, ну, падать, упасть с акселя достаточно сложно с двойного, но можно. Можно, если ты меняешь прыжок. Поэтому, конечно, падения были, но тройной аксель, ну, в принципе, никто не дает 100 раз. Тройной аксель, это ты подводишь. Вот задача тренера грамотно подвести к сложному элементу, чтобы как раз его не делать 100 раз. Потому что 100 раз, если у тебя не наработано какое-то движение, не наработан толчок, не наработано, там, нужное движение рук, и ты закидываешь ребенка в тройной аксель, конечно, он будет падать. С руками вверх проще или сложнее прыгать? Мы вот пришли к мнению, что проще. Я думаю, что сейчас не только мы, и Хрустальный тоже к такому же мнению приходит. Почему? Потому что тут два нюанса. Руки – это балансировка воздуха и дотяжка наверх. То есть, в принципе, если правильно, грамотно ими пользоваться руками, то это только плюс, а не минус. Какие еще козыри есть у Софы? Где-то в интервью мы уже говорили, что Софа, у нее есть большой плюс, она очень сбалансирована. То есть, у нее есть, конечно, слабые места, которые мы там подтягиваем, дотягиваем, стараемся там сделать лучше, скрыть и так далее. Но назвать ее где-то в каком-то месте там провальной я не могу. Поэтому, какие есть козыри у Софи, в этом году ставим новые программы. Соответственно, вот мы два сезона откатались с этим, решили не менять, потому что собирались венерский сезон за границу. Цель имеется в виду маскарад, метели, все. Да, да, да. Они у нас задержались. Вы, наконец, прощаетесь. Да, теперь мы с ними прощаемся с обеими программами, ставим новые. И вот, на мой взгляд, будут тоже очень классные программы. Я думаю, что это будет ее в этом сезоне плюсом большим. Я же не ошибаюсь, что как раз вот что касается программ, Софа услышала музыку у другой девочки у вас в группе. То есть, изначально не для нее была подобрана музыка. Принес я эту музыку другой девочке, да. То есть, та девочка в итоге каталась под другую музыку. Ну, понимаете, это так вот говорится, я принес другой. Я планировал. Это не то, что я принес и сказал на это твоя музыка. Мы же как делаем? Ну, я в частности так делал. Я не знаю, как другие делают. У меня, ну, там, садишься вечером, ты начинаешь там листать, искать эту музыку. Там подбираешь. Ты знаешь, к какому из детей какая музыка вот больше подойдет. К какому вот эту нельзя и будет нехорошо. И ты примерно выстраиваешь вот, ну, линию, из каких мелодий ты можешь вот этому ребенку подобрать, этому ребенку, этому. На тот момент, когда я эту музыку планировал другой девочке, мне казалось, что Софа ее не сможет, потому что она была еще маленькой. Не прочувствует. Да, она ее, ну, она, я знал, что она ей, наверное, подойдет, но все-таки в этой музыке надо жить. И поэтому, ну, изначально, в общем-то, мы отказались от этой идеи, но потом вот потихоньку, потихоньку как-то мы стали к этому приходить. В итоге не из-за Софы этой девочке тоже музыка эта не досталась, а просто она тоже ей не подошла. Музыка осталась лежать, ну, как идея отложили мы ее. А потом в итоге вот как-то все, оно само собой, раз, шаг за шагом где-то Софа настояла, сказала, Сергей Ильич, помните, вот вы и приносили, давайте еще раз попробуем. И мы, в общем, все это положили, в итоге как бы не ошиблись, она и прочувствовала эту музыку. На новый сезон пока еще секрет или уже можно сказать? Ну, пока секрет, я думаю, потому что это такие вещи, которые, наверное, лучше не говорить. А когда объявите? Ну, это современная классика? Одна программа будет, наверное, классика, но тут сложно сказать классика, это такая классика в современном стиле. Понятно, а вторая современная? Вторая, саундтрек к фильму. Но кто-то уже катал или вы нашли что-то новое? Вообще в фигурке же, в фигурном катании, я прошу прощения, то потом сейчас опять напишут, что я неуважительный к виду спорта. Ну, я против этого слова, честно говоря, ничего не имею. Но у болельщиков и другое мнение, у любителей фигурного катания. Потому что в фигурном же катании сложно найти что-то новое, прям вот совсем не заезженное. Ну, в фигурном катании, наверное, как и везде, все новое, хорошо забытое и старое. Когда-то кто-то катал, то, что там современные фильмы, но их единицы, откуда можно взять музыку. Все остальное, что-то переработанное, переигранное оркестрами, сделано в разных стилистиках, поэтому сейчас музыки много, в общем. Но это все равно отголоски там, когда-то что-то было. Сколько человек сейчас у вас в команде? Так, ну, у нас не меняется команда, у нас 4 человека, и вот, ну, 5 человек с удочкой еще. Евгений работает, Викторович. Евгений Викторович – это тот человек, который попал в кадр на знаменитом прыжке в 5 оборотов. Да. Зачем? Это такой был хайп? Слушайте, мы не ожидали, вот реально, мы не ожидали, что это будет какой-то там… Нет, ну как, вы реально вы выкладываете видос? Ну, дело в том, что в кругу фигурного катания все прекрасно понимают, что прыжок на удочке, ну, это не прыжок. Вы просто не прочувствуете, насколько сильно вас держит человек, и не увидите этого. Это может понять только человек, который с удочкой. То есть вот… Евгений Викторович. Да. Ну, их много людей, у нас Евгений Викторович. То есть вот человек, который работает с удочкой, вот только он знает, насколько сильно он тянет, насколько сильно он держит, и насколько, в общем, прикладывает усилия, чтобы максимально помочь Максиму. Но на самом деле тот прыжок, тот прыжок, большого усилия не было. Но, опять же, мы не преследовали цель, чтобы это вот так раздулось. Когда это все раздулось, уже в какой-то момент я сказал Максиму, Максим, все, заканчивай. Вот эти люди, которые приезжают, интервью у тебя около дома берут, я говорю, это все ни к чему, вообще ни к чему. Поэтому, ну, мы показали, что мы, ну, да, мы попробовали там, причем мы не первый раз пробовали, мы и до этого пробовали, поэтому тут не было ничего такого вот. Нет, ну, здесь все хорошо получилось, эффектно. Получилось, и до этого получалось. Просто мы много, потом я смотрел много, показали пятерные на удочке. То есть, ну, тут есть четкая разница. Люди фигурного катания поймут, о чем я говорю. Либо там тренер разгоняется, глубоко вдыхает и со всех сил держит, пока у него уже силы не кончаются, ребенка потом его опускает. Либо он чуть-чуть помогает поднять высоту, немножко поддерживает. И это как бы называется вот такая мини-помощь. Либо это на тренере. В ролике, который был выложен, как было на самом деле? Там было не сильно, это точно. Это было точно. Максим что прыгает сейчас? Уверенно, стабильно? Ну, Максим, в принципе, не уверенно, не стабильно прыгает, потому что Максим, ну, тоже растет, в общем, перерастает. И Максим больше растет не телом, а головой. Я жду, когда он все-таки повзрослеет и начнет относиться к делу правильно. Максим пока не понимает, как отнестись правильно к своим возможностям, а возможности у него очень большие. В какой момент вы поняли, что нужно группу с мальчишками вынести за скобки и сделать ее отдельной? Ну, вы знаете, в итоге так и не получилось у меня вот так отдельно сделать мальчишек. Все равно все перемешалось. Опять перемешалось? Опять перемешалось. Почему? Потому что мальчишки, в общем, достаточно сложный контингент, на которых сильно не надавишь, вот как на девчонок. Ну, даже не в давлении дела, а в исполнительности дела. Девочки организованы в этом возрасте. Дисциплинированы. Дисциплинированы. Они четко знают, они четко сделают, что ты им скажешь. Столько, сколько вот надо. Мальчишки, конечно, они отлыгнивают, они халтурят и так далее и тому подобное. Поэтому мне где-то, я где-то когда сделал, вот у нас было одно время, прямо месяца два проработали, где катались одни мальчишки, я, в общем-то, бил на то, что они все-таки друг за другом будут вот как по-мальчишески тянуться. Но в итоге, как я потом понял, что этого нету. И в итоге тянутся, вот Максим у меня тянется за Софой. То есть он как-то вот, скорее все не гендерная вот эта подтяжка, а за человеком, который вот для тебя какой-то там пример показывает. А вы как тренер жесткий, такой авторитарный, деспот и тиран или все-таки мягкий, спокойный, рассудительный? Я строгий. Деспот и тиран, ну понимаете, тут же тоже надо понимать, что такое деспот и тиран, да, мы требуем. Ну, условно, если парень не выполняет какой-то элемент, вы можете обратиться к нему как к девочке и назвать его там женским именем, как было на одном из соседних катков? Да, я, конечно, могу пошутить на эту тему. Но, опять же, не с целью обидеть, а с целью, чтобы какая-то реакция была правильна. Но если я вижу, что это обижает, я, конечно, этого делать не буду. В чем основная сложность, помимо дисциплины, в работе с ребятами? Да, я думаю, что вот это самая-самая основная задача. Вот такая халатность у них присутствует. Халатность на тренировках, халатность на стартах, вот они могут музыку забыть, приехать на соревнования. То есть вот это вот какая-то вот не дисциплинированность, скорее. Скорее не халатность, а такая вот рассеянность, что ли. При том, что они все, понятно, приезжают на старт, они все стараются. Хотя у меня есть такой мальчик, как Лев Лазарев, который вот идеален вообще, идеален. Этот сезон у него удачный. Да, он в этом году запрыгал тоже и четверной тулуп, и аксель запрыгал, и лутс мы сейчас учим. И, в общем, я думаю, его ждет огромное будущее, если все вот пойдет так вот. Если подводить глобальные итоги сезона для вашей группы, на какую оценку? 3, 4, 5, 5 с плюсом, 5 с минусом? Я бы не ставил оценку. Я считаю, что вот это... Хорошо, я перебью тогда. Сколько ребят выполнили поставленную задачу на сезон? Кем вы довольны, а кто не доработал, и кому нужно прям так серьезно браться за ум? Ну, вот Макс не доработал, вот это я точно. Но он об этом сам знает, это не секрет. И просто даже не доработал, он свой ресурс не использует просто-напросто. А у него глобальный ресурс, просто колоссальный. Вот. Ну, понимаете, тут такая все вот это вот... Вот если брать Льва, ну вот он на один старт, он просто классно отъехал. Там с первого раза сделал аксель на элементах, что тоже, в общем-то, я и не ожидал, потому что сложные элементы. И он там требует свободы, а Лев имеет свойство зажиматься перед какими-то трудностями. Поэтому не могу я вам сказать, кто выполнил, кто не выполнил. Я могу сказать одно, что, во-первых, все сдвинулись с места. Вот за этот сезон, что для меня показательно, все перешагнули вот эту линию. Аня Фролова взялась плотно за этот четверной. Мы в прошлом году также плотно, какое-то время, потом она как-то вот раз отошла в сторону. Сейчас я вижу, что она вот хочет Ксюша, вот Ксиминова стала Аксельючей. То есть это даже не конкретно каждого спортсмена касается, а это касается вот этой всей системы. Мы всю систему вот взяли с тройных и перетащили на четверные. И все это как-то вот приняли и поняли, что путь один. Вот сейчас нынешнее фигурное катание – это путь один. Хочешь выигрывать? Только ультра-си. Да. Вы же на тренировках в бытности спортсменом четверные прыгали. Почему не рискнули ни разу в официальной программе? Ну, потому что плохо прыгал. Скорее всего. Не было уверенности? Ну, конечно. Не хотели рисковать? Да, на это есть тренер, когда, ну, наверное, не было такой возможности поставить его. Потому что в какой-то год я хорошо эту луп делал на тренировках, я помню, чемпионат Европы даже, и на тренировке там хорошо делал. Но вы поймите, что такое… Это когда четвертые были? Да. Что просто приехать и делать, ты его должен им владеть, чтобы заранее тебе тренер его поставил в программу, чтобы… Потому что вот это лотерейный билет, если ты вот сегодня сделал, и тренер тебе говорит, ну, давай, пойдем, а вдруг получится. Вот как спортсмену, который начинает свой путь и попадает в эпоху противостояния Плющенко и Ягудина, какие эмоции были, когда вы видели их прокаты и смотрели со стороны на свои? Ну, тогда, наверное, не могу сказать, что у меня какие-то эмоции, я понимал, что ребята лучше. Но на тот момент я не понимал, что ребята лучше работают. Вот сейчас я это очень хорошо осознаю, и что тогда, конечно, таланта было мало, надо было трудиться, надо было впахивать от и до. Это ваша недоработка или тренеров, которые не смогли вовремя объяснить и… Ну, понимаете, когда, в общем-то, спортсмену или подростку, пускай это даже не спортсмен в жизни, 15 или 16 лет, вы же понимаете, что рядом должен быть взрослым и правильный взрослый? Конечно. И рядом должны быть вокруг тебя должны окружать люди, которые будут давать правильные советы, будут настаивать на правильных советах. Поэтому вот на тот момент, когда мне было 16 лет, наверное, не оказалось рядом человека, который вот меня бы заинтересовал какими-то там… Я не могу сказать, что я там хороший, а кто-то плохой. Ну, не нашелся такой человек, за которым бы я пошел, наверное, так. А уже с возрастом, когда я и сам стал понимать, мы тогда с Еленой Анатольевной, в общем-то, занимались, и такие люди были, и я начал, в общем-то, работать. Но в какой-то момент уже я понял, что время упущено, когда надо было это вот цепляться за это. А что не получилось с Рафаэлем? С Рафаэлом не получилось. На тот момент я приехал в Москву один, ничего не финансировалось. В общем-то, он мне помогал и с квартирой. И, в общем, я был предоставлен сам себе. Не было такого, что просто Апту уделялось больше внимания? Нет. Такой спортивной ревности? Нет, просто вот не попал я как-то вот опять в ту вот струю, в которую надо было попасть. Или не было большого желания вот к труду. Что-то вот такое вот у меня гложет осталось. Как вообще парень из Ростова попал в фигурное катание? Мама отвезла. Нас каток закрыли, и мама посадила меня в машину. У нас еще была одна девочка, которая каталась в Ростове. И мы уехали в Самару. На тот момент мы были на соревнованиях. И была Нина Ивановна Ручкина, которая, в общем-то, нас пригласила. Мама согласилась. Отвезла, и все. Мы там пять лет прокатались в Самаре. С СК ВВС там было. Когда все мальчишки там в футбол погонять, хоккей, бокс, борьба. Как вообще фигурное катание? Не было такого, что мам, куда ты меня привела? Да нет, я не помню, чтобы я протеялся. Я вот в Ростове пока занимался, ходил параллельно в футбол. Занимался. Руссельмаш тогда был. Помню, что команда была «Стрела». Бегал и фигурное катание в футбол. Но это было так совсем в юности. Поэтому футбол мне нравился. А фигурное катание не нравилось? Нравилось. Но футбол у меня как-то вот жил. Я бежал домой, чтобы пойти во двор. Там и не просто, а вот именно погонять. Там пускай это будет два человека. Мы бегали, я помню, с ребятами. Вдвоем, на ворота. Решение о смене спортивного гражданства легко далось? Ну, не тяжело. В общем, на тот момент я понимал, что как бы с Плющенко и Гудиным бороться будет тяжело. И я это осознавал. И когда поступило, предложение тогда как раз тоже пособствовало Нине Ивановне Ручкину. В общем, я принял это предложение. Просто для того, чтобы иметь возможность ездить на крупнейшие старты? Да, выступать. Сколько чемпионов Беларуси? Восемь раз? Семь? Восемь или девять, не вспомню точно. Восемь точно. Призовые были за победу на внутренних чемпионатах? Нет. Нет? На внутренних чемпионатах не дают. То есть, ваши призовые – это возможность поехать на Европу, мир, Олимпийские игры? Ну, в общем, да. Ну, на тот момент Белорусская Федерация, в общем-то, хорошо помогала мне. Я тогда уже катал свою Елену Анатольевну, и Федерация помогала, я финансово оплачивала ей жилье. И вот тогда как бы они прям хорошо мне помогали. То есть, переход условно – это по бумагам. Вы все равно потом вернулись в Москву, готовились здесь, жили здесь. Да. Я только несколько раз приезжал в Белоруссию, какие-то медицинские комиссии, проходить бумаги, в общем-то, и так далее. А паспорт-то сейчас чей? Сейчас обратно вернул российский. Вот это было тяжело. Тяжело было обратно гражданство получить? Это было сложно. Хотя это возврат был. Кто-то помогал? Помогали. ЦСКА? Нет. Помогали знакомые. В общем, и адвоката нанимали, которые занимаются делами. Ну, учитывая наш график работы, было сложно вот в плане времени. По времени. Да. Потому что это, конечно, надо было отлучаться, ехать куда-то, даже куда-то в Подмосковье, в какие-то там специальные места, где все это делается. Поэтому, ну, я так скажу, было сложно. Спасибо людям, которые помогли. В общем, без их помощи, конечно, я... То есть, когда говорят, что вы белорусский тренер, это уже неправильно, тренер уже снова российский? Я не знаю, какое это имеет значение. Ведь ребята у меня катаются и за границей тоже катаются дети. Поэтому чей тренер? Я тренер. Вот работаю, приходят у меня дети, я с ними занимаюсь. Может ли сложиться такая ситуация, когда вы кому-то из своих спортсменов посоветуете сменить спортивное гражданство ровно для того, чтобы иметь возможность ездить на крупные старты? Может. Но почему нет? Спортсмен должен иметь жизнь. Если у него, если он потратил, извините, а дети у нас сейчас им там 13-14 лет, а они почти всю жизнь на коньках с 3-4 лет. Вот представьте, сколько ты времени потратил. Естественно, минус учеба, кто-то там кусками эту учебу нахватывает, а дальше как бы этого времени глобально жалко. А если еще, что спортсмен и катается ведь хорошо, ведь у нас же есть в частности девочки, которые владеют всеми тройными и прекрасно владеют, но учитывая конкуренцию нынешнюю, здесь не пригождаются. В общем, поэтому... Это вообще проблема для девочек в первую очередь, что сумасшедшая конкуренция в российском одиночном С одной стороны проблема, с другой стороны двигатель. Это двигатель для нашей страны. Сумасшедшая конкуренция рождает более новая ступень, более высокие места. Ну вот у нас сейчас в олимпийский сезон мы входим с Загитовой, Медведевой, Трусовой, Щербаковой, Косторной, Валиевой, Самоделкиной, Туктамышевой. То есть это вот восемь на три места в национальной команде. Да, и поверьте, они об этом все знают. И это я еще наверняка там человек пять-шесть не вспомнил. Которые в этом году могут ничего не показать, в следующем году... А в новом сезоне выстрелить... Да, поэтому тут все может быть. Как спортсменам в этой ситуации себя настраивать, контролировать и не опустить руки? Побеждай сильнейший. Я всегда говорю своим спортсменам. Проиграл? Проиграл? Приходи, не плачь, что ты проиграл. Приходи, работай больше и выигрывай. Хочешь попасть на Олимпиаду? Будь лучше. Хочешь попасть на чемпионат мира? Будь лучше. Не жалуйся на жизнь, а просто стань лучше и все. Если спортсмен будет вот так мыслить, мне кажется, что все, что у него заложено, он из себя выдаст максимум. Он потом не будет сидеть и не думать о том, что я мог когда-то поработать и что-то сделать. Будет понимать, что я все отдал. Я отдал все, я старался от и до полностью. Вы сейчас с какой-то грустью вспоминаете спортивное прошлое? Нет, вообще, вы просто спросили, я о нем не вспоминаю. О своем прошлом оно было. Как было? Две Олимпиады? Две, и на третью мне удалось попасть еще, будучи катающимся за Россию, как перспективному спортсмену. Я съездил в Нагана, посмотрел, это вообще было классно. Ну вот, то есть это получается Нагана, Софтлэк Сити, Турин? Нет, я к чему говорю, я не с грустью вспоминаю об этом. Я рад, что у меня был опыт съездить на все это. Опять же, съездить на все это у меня оказался опыт из-за того, что я поменял гражданство. Если бы у меня было российское гражданство, я бы, скорее всего, никуда не попал, либо бы стал работать лучше и стараться попасть за Россию. А кто из тренеров оказал на вас, на становление вас как тренера, самое большое влияние? Да, вы знаете, я вот сейчас даже не стесняюсь этого. Вот с кем я поработал, с кем я поработал, я от всех что-то взял. От кого-то одно, от кого-то другое. Я много часто вспоминаю какие-то вещи. Там вот сейчас с детьми работаю и вспоминаю, вот как у меня это было, и как мне давали, что мне помогало. И я считаю, вот я начал говорить, что я не стесняюсь. Тренер как спортсмен должен учиться. Если тренер хочет становиться лучше, чтобы у вас спортсмены становились лучше, он должен учиться. Вот я приезжаю на соревнования, я смотрю, я смотрю, делают вот это, делают вот это. То есть я где-то что-то смотрю, потом пытаюсь все это внедрить. Смотрю, помогает, не помогает, работает это, не работает. Где-то что-то сам придумаю, где-то что-то беру, где-то что-то подсматриваю. Вот тренер должен жить такой же жизнью, как и спортсмен. Он должен постоянно развиваться. Он не может приходить, Это, опять же, мое мнение Он не может приходить на тренировку и делать одно и то же Как делает спортсмен одно и то же Изо дня в день У него просто не будет движения Он должен постоянно что-то реформировать Мотивация для вас лично в чем? Как и для спортсменов, побеждать Сколько времени в день занимает работа? Да все время То есть проснулись до отбоя? Все время, да Мы сейчас открыли еще свою маленькую школу частную В общем, надо успевать и туда И там все курировать Ну и сами понимаете, что такое жизнь тренера Музыку найди, музыку скомпонуй Это сделай Костюмы Да, у меня сегодня заболела ножка Реши вопрос, как, что сделать, куда поехать То есть это, ну кажется, что ты вроде на работе Хотя у меня рабочих часов 7-8 в день В общем, чисто рабочих часов На льду Ну это лед, зал, то есть я так накругляю все Но помимо этой работы Существует работа, которая вот с утра до вечера идет То есть постоянно А что в семье-то говорят? В семье помогают Мне очень повезло с супругой Которая у меня И супруга, в первую очередь, и секретарь, и помощник, и наставник То есть она интегрирована во все рабочие процессы Во все Кроме технического Потому что здесь она не понимает Здесь ей не надо понимать С костюмом она мне помогает Вообще очень много вопросов И, конечно, если бы не было ее В общем, ничего бы этого не было Вопрос, который я задаю всем За который продолжают меня ругать Но, тем не менее Реально ли Загитовой и Медведевой вернуться на конкурентоспособный уровень? Ну, я думаю, что нереально Ну, нереально не потому, что они сами не могут А реально, нереально потому, что Сверху наступают более быстрые и более молодые Которые просто быстрее И все Поэтому, поэтому нереально А так, ну, только время покажет Мы можем рассуждать об этом И выдвигать версии А как оно все будет Люди же вот сегодня так, завтра Раз взялись за себя Кто в нашей команде сейчас На ваш взгляд Железные кандидаты на поездку в Пекин? Я не могу сказать так на сто процентов Ну, наверное, Щербакова, Валиева Трусова, скорее всего, так Только Тамышева Ну, все будет зависеть от того, как они сезон проведут Вы готовы к конкуренции за поездку в Пекин? Мы всегда готовы к конкуренции За Пекин или еще за что-то мы готовы конкурировать Для этого Риттбергер нужен? Или можно без него попробовать? Ну Я не знаю, нужен ли для этого Риттбергер Для этого нужно работать Это точно А там будет это Риттбергер, Расальхов, Тулуп, Аксель Или все вместе, что хорошо Посмотрим Все от работы зависит По сезону, по прошедшему Кто произвел наибольшие впечатления? Чья программа? Наверное, не программа А, скорее всего, вот эта подача И само естество Валиевой, конечно Она завораживает катанием И она смотрится, конечно, намного выигрышнее Выгоднее других Ну, плюс подобрали музыку И Болеро Тудберидзе номер один? Сейчас, да Что нужно сделать, чтобы номер один стал Давыдов? Работать Много работает Тудберидзе, чтобы ставить номер один Много работы Просто так ничего не достается Все через труд Спортсмены через труд Тренер через труд Родители через труд Все через труд Вы сказали про то, что теоретически можно делать И пять, и шесть четверных в программе Но это не убьет Саму суть фигурного катания Ведь для того, чтобы сделать Там пять, шесть четверных С заходами, разгонами И подборами Собственно, времени-то на саму программу Не останется Ну, вот этот чемпионат мира уже показал это В общем-то Что мы берем Что парней Что девочек Чем больше четверных у тебя появляется Тем меньше программы у тебя остается Потому что, конечно, четверные прыжки Требуют огромной концентрации То есть эта программа устраивается настолько Чтобы человек подъезжал к элементу Максимально заряженным на этот элемент Соответственно, вот вычищается И делается Все по минимуму И понятно, что тут же теряется сразу образ Идея программы Не могу сказать, что это на сто процентов теряется Но это исчезает Зрителям это, ну, как бы видно Но при этом мы можем вспомнить, например Как раз момент противостояния Ягудина-Плющенко И Олимпийские игры в Суфлэк-Сити Где и четверные были И тройные И при этом остались программы Но вот это как раз такой некий баланс Скорее всего То есть если мы посмотрим те программы То вы увидите тот же Ягудин Который заходил на два четверных прыжка Тоже делал разбег и прыжок А потом у него начиналась программа Соответственно, если на тот момент Вы бы поставили им их еще два четверных То точно так же программа бы ушла на нет У нас... Нейтан сейчас сколько прыгает? Так, сколько Нейтан? Пять, наверное, шесть сделал Пять, да Сколько он в этом году в программе сделал? Много? Но при этом Он все вот это вот Отпрыгав, только после этого начинает Канаться Ну, это же явно было видно Когда человек сделал последний тройной аксель И все выдохнул И пошла программа То есть и пошел кайф Вот тот, который нравится зрителям Поэтому, да, он ездил сосредоточенно Пытался там делать движение Но видно было, что человек готовится к элементам Имеет смысл искусственно ограничивать Количество прыжков регламентом? Я не знаю Ну, сейчас чемпионат мира прошел Всем понравилось Всем же интересно Если такой формат как бы Будет двигаться дальше И всех будет это устраивать И всем будет нравиться В общем-то прыжки В основном Ну, так сделайте отдельный вид Вот как было сейчас Ну, много же говорят Много же говорят об этом Конечно, сделайте просто соревнования по прыжкам И сделайте Оставьте нормальное фигурное катание Может быть, к этому когда-нибудь придем Возрастной ценз нужен девочкам? Наверное, это тоже придет к сбалансированности Скорее всего Это не будет вот Погоней за этими огромными четверными Как Саша Труга Струсова бегала всю программу В общем-то пыталась прыгнуть Соответственно Вот эти же там пять прыжков у нее Ну, это вся программа Ну да, вот сажала все время Все вообще, все И уже ничего не остается Чтобы показать какую-то идею Какой-то образ Ну, не знаю В конце концов Свой костюм как-то воспроизвести Ты же катаешь что-то Кого-то Поэтому Наверное, это будет Более сбалансированная программа Это как раз придет Более старших Да, не подростков А уже таких Позрослевших там Женщин, девушек И так далее К тому, что Они будут выполнять Один, два Максимум три Наверное Может быть два И аксель И катать свою программу И это будет И сложно И красиво И всем будет нравиться И то, и другое И третье И пятое И десятое А есть вообще практика Когда вы можете приехать Там К Тутберидзе К Плющенко Я не знаю К Мишину На тренировку Нет У меня нет такой практики А вообще в российском фигурном катании Ну, я думаю, что Наверное, есть Почему нет Есть же семинары Специальные Ну, нет Семинары Это одно Я имею ввиду Нормальный рабочий процесс Я думаю, что Мы все здесь внутри Дружим В общем-то Все фигурные люди Неплохое слово Да, нормально Надеюсь Да, вот Поэтому Если Таковая возможность Таковая нужда будет Я думаю, что Возможно Позвонить и приехать Никаких проблем Никто не откажет Я думаю, что так Ну, то есть Если вам Кто-то обратится С подобной просьбой Вы пустите на тренировку Без проблем Закрытых у вас нет Или какие-то там Перед соревнованиями Вы уединяетесь Нет Ну, мы сейчас не берем Перед соревнованиями Все заняты своей работой Давайте с этого начнем Никто не будет бегать И смотреть Перед соревнованиями Подглядывать что-то Чтобы ты лучше выступил Здесь речь идет Скорее всего О конце сезона О начале следующего О том, чтобы вот Что-то поменять Что-то сделать новое Чего-то там Использовать И так далее Я думаю, что это речь идет Только об этом времени А не о том, чтобы в середине года Сесть Съездить, что-то увидеть Ага, все Вот это мне поможет Я поехал учить своих детей Я думаю, что так, конечно Никто не делает Отпуск сколько длится? И вообще есть отпуск? Вот в этом году не будет Не получается Четыре дня, по-моему Всего четыре дня? Да, детей отпущу Потому что у нас вот надо Чтобы наша школа функционировала Помимо основных спортсменов А в футболе за кого болеете? ЦСКА Не потому что я патриот Я еще не работал в ЦСКА Я болел за ЦСКА уже тогда Поэтому За Ростов Ну Не знаю А то я в Ростове жил Как-то у меня вот А на футбол выбираетесь? Никуда не выбираемся Хоккей вот когда был Каток Который сейчас Ну, когда на Ленинградке были Да Который прямо вот рядом с нами был Я успевал после работы Бегом побежать Там второй, третий период посмотреть Но сейчас, чтобы посмотреть Надо на ВТБ ехать Это далековато Да Мы один раз, по-моему, съездили Не получается Да и потом Сейчас вот этот сезон, конечно Он вообще Дал задуматься о том Как как раз вот Отдыхать и проводить время Независимо от этих вот Посещений чего-то Потому что все закрыто И опять же Ситуация-то настолько сложная Что ты можешь куда-то сходить Прийти к себе на каток И Все сядут В общем-то с Баритой И ты не знаешь Как это все Да, сейчас вот Прививочная компания пошла И так далее И тому подобное Но вот весь сезон Мы все так и жили А вы прививку сделали? Пока нет Планируете? Да Я и детям всем своим говорил Ребят Вот они же все рвутся на старт У нас и маленькая группа есть Там 13-й год Хорошие детки подрастают Можно выступать Можно выступать Можно выступать Потому что для детей Для детей это важно Вы когда заканчивали карьеру Тренерство и шоу Что перевесило в пользу тренерства? Ну, во-первых, у меня много друзей в шоу Я понимал, что такое шоу Шоу это Сегодня ты там Завтра ты здесь Сегодня ты заработал Завтра ты не заработал Сегодня ты нужен Завтра ты не нужен И все, что ты, как правило, заработал Ты там же и проел То есть это примерно вот так выглядит Ну, я не говорю Ну, плюс-минус То есть Ну, для меня это, в принципе, не рассматривалось Я даже не думал о том Что я готов поехать в шоу И выступать в шоу Вот у меня даже не было такого вот вопроса Я закончил карьеру Ну, я заканчивал карьеру Я уже занимался с детьми То есть у меня была уже маленькая группа С которой я работал Соответственно, я не то что я Катался-катался Закончил кататься И пошел сразу работать То есть я параллельно это делал То есть у меня плавно одно перетекло в другое В общем, как-то так Анна Тарусина и то, что с ней случилось Это трагедия для нее, как для спортсменки? Ну, я думаю, что это несчастный случай От которого никто не застрахован, к сожалению Ну, я так скажу Анна Тарусина после этого восстановилась полностью И была, в общем-то, вполне боеспособна двигаться дальше На нее сыграла не эта авария И не то, что с ней случилось А просто вот переходный возраст В котором она сказала сама себе Что я больше не хочу Она честно уходила? Она честно пришла, да Она пришла честно и сказала Я больше не могу Вот как раз возвращаясь к нашему разговору О том, что сохранить И как-то уговорить Вот именно вот в этом случае И, видимо, в таких случаях, конечно, надо уговаривать Надо приводить какие-то доводы Надо пытаться остановить человека Постараться, чтобы он перетерпел Потому что все это знают Что вот сейчас тяжело Когда-то это тяжело закончится И станет легче И когда, как только ты выдохнешь Ты поймешь, что ты сделал правильно Да, ты потерпел Тебе тяжело Ты где-то проиграл Ты никому не нужен был на тот момент И так далее и тому подобное И мы ей это объясняли Потерпи Мы же ей давали В общем-то Мы ей давали все возможности Я ей тогда еще говорил Ань, ну сейчас не будет Сейчас будет тяжело Не будет получаться Я так же с тобой буду терпеть Я буду терпеть наши пройвыши Буду терпеть там То, что у тебя получаться не будет Борьбу твою с весом Я готов вместе с тобой это терпеть То есть мы шли на встречу Во всех вопросах Мы даже уговорили С медицинской точки зрения Помогали, когда вот Непосредственно после аварии? Ну, в каком смысле помогали? То, что там Там ЦСКА оплачивал что-то Что-то оплачивало Что-то Федерация помогла очень сильно Там и больницу И так далее Тут там много Что на встречу пошли Сейчас не поддерживаете отношения? Нет То есть не в курсе Чем занимается? Ну, она какое-то время каталась Я знаю Сейчас чем занимается Честно говоря, не знаю Она У нее прекрасное образование Музыкальное Поэтому Я думаю, что она не пропадет И может быть И сейчас сидит И думает Что сделала правиль Мы об этом не знаем Мы можем только догадываться Как тренеру Научиться Принимать И отпускать Спортсменов Которые Уходят? Да никак Надо просто это делать И все Терпеть Как? Мы заставляем Спортсменов терпеть Тренер тоже должен терпеть Ну Если мы адекватные люди Мы же понимаем Что каждый родитель Для своего ребенка Хочет лучшего И переходы делаются Зачастую не от того Что ты плохой А из-за того Что есть кто-то лучше И это надо признавать И понимать И относиться к этому Да, обидно Да Когда ты там Шесть лет Там этого ребенка За ручку Вводил Туда и сюда И пятое И десятое И ледниковые периоды И все остальное Да, обидно Да И все свое время Тратил на нее И вот это вот Опять же Уговоры Настройки Это очень много С Лизой мы потратили Очень много времени Вот очень много Поэтому Да Говоришь себе Так есть Чувствуется прям Горечь И Ну Горечь есть Но сказать что Лиза иди И все И забыть Нет Ну конечно Так не бывает Контрактная система Может В этом смысле Помочь Тренерам И защитить их И думаю да Но ее будет очень сложно Внедрить фигурное катание Ну Во всех других Видах спорта Уже это работает Я думаю что там Финансирование Немножко другое Скорее всего Это с этим связано Но Я думаю что Наверное Контрактная система Упорядочит это все И Я уже говорил Много Об этом Это по крайней мере Даст людям понимание Того Вот у тебя есть Вот грубо говоря Да Контракт с Лизой Берестовской На три года Вот ты работаешь три года Ты знаешь что ты Работаешь три года Ты в эти три года занимаешься Ты не сидишь И не просыпаешься каждый день И не думаешь Что завтра Лиза уйдет Или кто-то еще Я просто взял пример А ты знаешь что у тебя есть три года Ты за три года должен с этим Да Он может через три года уйти Но тут опять Сделай так эти три года Чтобы спортсмен не ушел Конечно Это же то же твоя работа Научи его так кататься Чтобы он не захотел больше идти никуда Чтобы ему ничего не мерещало Чтобы ему не хотелось Пойти к кому-то лучше Чтобы его устраивало все здесь Да это сложно Это очень сложно Ну Такова жизнь тренера К сожалению Но она есть Но тогда ты будешь четко знать границы Сейчас границ нет Сейчас ты каждый день Вот грубо говоря Мы каждый день просыпаемся с тем Что завтра от тебя может кто-то уйти И ты так же взгрустнешь Погорюешь Пойдешь работать дальше Но с точки зрения опять той же мотивации Это наверное сильная такая разбалансировка Потому что когда ты не уверен в том Что ты завтра выйдешь на каток С теми же с кем ты работаешь сегодня Это ну По мне бы например очень сильно било Ну во-первых я научился Чтобы по мне это не било Ну то есть я принял это как должное Все это часть твоей жизни Не надо об этом думать То есть ты это знаешь Это я так говорю Не то что я просыпаюсь в холодном поту Ушла самоделкина или не ушла самоделкина Нет просто ты это знаешь Вот ты живешь с этим и все И ты как бы Сейчас жизнь такая Становись самым лучшим тренером И тогда другие тренеры Ведь поймите что это же лестница Это цепь Это мы сейчас говорим о переходе Вот допустим от нас к Терре Георгиевне Но ведь от других тренеров переходят к нам Это же такие же переходы Да может это менее глобальный переход Менее там обученные дети Менее могущие Но так же в них вкладывали душу Извините Так же за ручку водили Так же им писали по вечерам музыку Находили им докторов Чтобы им там ножку починили и так далее Это же все то же самое Это же люди вкладывают душу Неважно на каком уровне Это душа уходит Понимаете А ситуация при которой Попробуют увести не спортсмена А попробуют увести вас Ну вот об этом я уж точно не думаю Вот сейчас Те условия которые мне создали в ЦСКА Лучшие я в общем и не мог представить И не представляю лучшие С появлением нового катка у нас появились И новые залы И много места Потому что старый каточек все таки с маленьким залом А детей у нас много Ну в частности вот у меня почти 30 человек В общем Поэтому Вот все для того чтобы работать и показывать результат Мне дали Ну то есть в России Сделать условия лучше Никто не сможет Я не знаю Честно говоря как на других катках Я не могу сказать Потому что я не езжу по другим каткам Я бываю на соревнованиях Но это как бы другое Те условия которые создал Спортивный Центральный спортивный клуб армии Просто великолепные И огромное в общем-то Клубу спасибо За то что они вот Нам так доверяют И дают возможность работать В какой момент научились Не реагировать на слезы девчонок Ну во первых слезы разные бывают Если это слезы спортивные Нет Я не говорю про слезы радости Там от победы Ну во первых Хочу их не плакать Что значит не реагировать Я реагирую И реагирую в общем достаточно Как бы прямо Ты расплакался Ты обмяк Ты обмяк Ты не выполняешь работу Ну это же своеобразный Выход эмоций Ну Невозможно же все держать в себе Выводи эмоцию Вот там за поворотом заедь Слезинку упусти Вытри И езжай дальше Катайся Вывод эмоций Вывод А если ты хочешь прям полноценно Их вытрусить из себя Приходи домой в подушечку Поплачь вдоволь И приходи опять на работу Свежий готов Жестко Ну не жестко это правильно Но вы поймите что Вот Сейчас Ну они же девочки Ну что Они спортсмены в первую очередь А потом они девочки Дочери и так далее Они ничем не отличаются от мальчиков Они приходят Выполняют одну и ту же работу Одну и ту же тяжесть Ну я не беру там понятно Штангу потягать Там еще что-то Я их учу Не терять время Вот в нынешнее В наше сейчас современное время Потеря времени Это самый Самый огромный минус Который может быть в спорте Потому что Всегда я им говорю Не важно заплакал ты Или ты там сморкаешься Или ты перевязываешь конек Ты теряешь время То есть пока ты остановился И плачешь Вытиряешь слезы Кто-то другой два раза В этот момент прыгнул Потом вы выйдете на соревнования Встретитесь Кто победит Я им всегда так говорю По итогам Нового сезона Вы себе Пятерку поставите За что? Наверное За Качественные программы С идеями Но с четверными За это поставлю пятерку А если Ни одна из программ Не попадет в медали Значит Плохо поработал Значит Мало сделал Над программой работы Значит мало четверных поставил Кто-то сделал больше То есть не попадет Программа с четверными И с программой Да я сейчас Концентрируюсь на том Что не один четверной А несколько в программе Если с таким набором Из хорошей Классной программы Ну соответственно Со всеми там Вытекающими последствиями Спортсмен будет проигрывать Значит кто-то сделал больше Значит я буду работать еще больше В какой момент Сергей Давыдов Сам себе скажет Что он Счастливый человек Я не знаю Мне Последнее время Доставляет удовольствие Прямо самое большое удовольствие Когда у нас Проходит тренировка И я понимаю В конце тренировки Что Она такая Сочная Прошла То есть Не то что кто-то Что-то там прыгнул А именно что она Вот Прям вот Намотала То что должна Намотать Прям вот Прям с тем треском Который должен быть Вот после таких тренировок У меня остается Вот самое классное ощущение Так конечно Да Безусловно Когда Спортсмен себя преодолевает Где-то на старте Что-то делает Даже больше чем он может сделать Я получаю удовольствие От этого Армия болельщиков Есть У вашей школы Армия болельщиков У нас не хоккей Наверное Нет Ну как смотрите Есть армия болельщиков Там у Ханя И летят Винни-Пух Есть у Хрустального Который приходит С плакатами Мы пока не заработали Армию болельщиков Болельщики есть Но армии нет Как это У армии нет армии У армии есть армия А армии болельщиков Я имею ввиду Количество Большое количество Болельщики есть И пишут много И радуются за нас Но таких глобальных В таких глобальных количествах Пока Но мы над этим работаем У ребят Есть какие-то любимые Персонажи Которых сейчас Можно было бы озвучить Чтобы есть там Ханю кидают Винни-Пухов Чтобы на выступлении Макса или Софа С трибун летели Я не знаю Крокодилы Ну Софа наверное С Пикачу Со своим Очень много связано И она его не отпускает В общем-то от себя Я думаю что она будет довольна Если ей полетят Наверное Пикачу Это мое предположение Всего лишь Ну Макс Все-таки мальчик У него с этим Мало что связано Поэтому Он и Салфетницу-то не носит Так Серьезно? Ну у него нету Вот такой игрушки Как девочки носят Это же салфетница В общем-то туда Салфетки вкладываются И у него такой игрушки нету И не было никогда Поэтому у него есть салфетки Которые он пользуется Ну наверное так и должно быть У парней Я так считаю Какие-то талисманы Наверное да Есть Но это собственно Его талисманы И ему не обязательно Его мне показывать Он пусть при себе держит И он ему помогает Редактор субтитров А.Семкин